Друзья, если у вас нет возможности читать роман Майнрида «Всадник без головы», смотрите это видео. Роман длинный состоит из ста глав. Я сделал несколько видосов с разбивкой на главы. Сейчас вы услышите пересказ глав с 61 по 80. Напомню, что Исидора выскочила из хижины и сразу ускакала. Луиза даже не успела опомниться. А когда опомнилась, то подумала – ну и здорово! Слезла с лошади и вошла в хижину. Увидев Морриса, Луиза подбежала к нему. Он бредил, говорил несвязно. Но самое главное – называл её имя и говорил, что любит её всем сердцем. Луиза была счастлива. Когда вернулся Фелем, то был крайне удивлён. Уходила была одна дамочка, пришёл уже другая. Чудеса. Луиза попросила Фелема рассказать, что здесь было. Да много всего. Всадник без головы, индейцы. И тут к хижине подъехал поисковый отряд. Луиза сразу запаниковала. Мой отец, а я здесь? Какой позор, ах, святая дева! Бежать было поздно. Вудли Поиндекстер сразу узнал лошадь дочери. Он вошёл в хижину. – Луиза? Что ты здесь делаешь? – Понимаешь, я это… Волновалась за брата. Подумала, что он может быть здесь. – Но откуда ты знаешь об этой хижине? – Помнишь пикник, когда моя лошадь понеслась за табуном? На обратном пути Моррис показал мне, где он живёт. – М-да… Луиза, ты поступила очень глупо и легкомысленно. Немедленно уезжай отсюда. А где же был Фелем? А его сразу схватили и связали. В хижине нашли улики против Морриса, шляпу и плащ Генри. К тому же Мустангер был ранен. Всем было удобно объявить Морриса убийцей. Тем временем отец отправил дочь домой в сопровождении одного парня. А Луиза, как только отъехала, кое-что придумала. Под предлогом дать отдохнуть своей лошади, она спешилась и прислушивалась к мужским голосам. Она слышала, как Колхаун что-то доказывал, к чему-то призывал. После чего раздались одобряющие крики. Луиза поняла, что толпа собралась линчевать Мустангера. Она бросилась к хижине. После того, как Луиза отъехала от хижины, в отряде быстро провели судебное разбирательство. Для галочки допросили Фелема и большинством голосов решили повесить Морриса. Вот только не все считали Морриса убийцей, а значит, решение не было единогласным. Адекватный чувак сказал, что нужно подождать, когда Моррис придёт в себя, допросить его и уже тогда принять решение. – Что вам ещё нужно? – кричал Колхаун. – Ещё доказательства. – Именно так ответил ему судья Мэнли. – Хорошо, я расскажу. В ту ночь я вышел покурить и слышал, как Моррис с Генри поссорились. Мустангер ему угрожал. Больше мой бедный брат домой не возвращался. – Повесить его! – закричала возбуждённая толпа. Моррису накинули на шею верёвку. Никто за него не заступался. Как и в случае с Исидорой, Фелему нужно было позвать на помощь Зеба Стумпа. Когда обезумевшая толпа занималась Моррисом, на Фелема никто не смотрел. А он смог ослабить верёвки и пробраться к лошади Зеба. Фелему нужно было веткой кактуса уколоть кобылу, чтобы она заржала так, что её можно услышать за милю. Таким был знак для Зеба. Тем временем толпа приготовилась к казни. Но никто не осмеливался взять на себя ответственность, дать сигнал к повешению. Даже калхаун. Воцарилась тишина, которую нарушил дикий вопль лошади Зеба Стумпа. А затем этот вопль подхватила сотня других лошадей. «Можете представить, что там творилось? Индейцы!» Первое, что пришло на ум людям. Все засуетились, началась паника. Когда каждый успокоил свою лошадь, ржала только одна – Зеба Стумпа. Наконец её тоже успокоили. А Фелем успел спрятаться в кустах. Люди вернулись к Моррису. И снова тишина. Кто возьмёт на себя смелость? И тут вдруг появилась Луиза. «Позор вам всем! – кричала она. – Трусы! Обвиняемый даже не имел возможности сказать слово в свою защиту. Это по-вашему правосудие? Вы не люди, вы звери, убийцы!» Батя сразу решил поставить дочь на место. «Уезжай отсюда. Это не твоё дело. Это моё дело. Убили моего брата». «Суд только что был. Уезжайте, мисс. Дайте нам спокойно его повесить», – сказали мужики. «Кассий, уведи её! – велел Поиндекстер к племяннику. И снова всё было готово к повешенью. Двое палачей забросили верёвку за ветку и начали поднимать Морриса. «А теперь опусти верёвку, иначе получишь пуль в живот», – сказал Зеб Стумп палачу. Зеба знали все, его уважали и боялись. «Вы совсем долбанулись? – это Зеб всем сказал. – Собрались без суда вешать гражданина Техаса? – Он не техасец, и мы его судили. Мы все уверены, что он убийца. – Ну так и судите его по правилам. Пусть придёт в себя, никуда он не сбежит». Колхаун снова начал подстрекать толпу. «Кто первый возьмёт верёвку – получит пулю. Ясно?» Воцарилась тишина. «Назначьте над парнем справедливый суд. У вас нет реальных доказательств, что это сделал он. Моррис всегда хорошо отзывался о Генри, в отличие от его кузена. Фелим говорил об индейцах. Вот их колода карт. А значит, Генри могли убить они». Некоторые сомнения Зеб посеял. И тут все увидели бешено скачущую Исидору. За ней гнались. Напомню, что злобная Исидора провела поисковый отряд к хижине Мустангера и с мрачными мыслями поехала домой. Она радовалась позору Луизы, когда её застанут в хижине Морриса. «Что же я наделала? – вдруг поняла Исидора. – Они же убьют Моррисию. И вот во время таких рассуждений её Мустанг учуял опасность. Исидора присмотрелась, прислушалась и поняла, что что-то не так. Вдруг выскочили индейцы. Исидора мигом поскакала к хижине Морриса, где могла рассчитывать на защиту техасцев. Четверо индейцев преследовали её. Подъезжая к хижине, Исидора закричала «Индейцы!». Мужчины увидели их, начали стрелять. Индейцы развернулись и ускакали прочь. Теперь желающих повесить Морриса стало куда меньше. Судья Мэнли велел отвезти Морриса в посёлок, дождаться, когда он придёт в себя, и уже потом провести судебное разбирательство. Поход военного отряда против Каманчи закончился очень скоро. Оказалось, что они не собирались воевать. Это молодые дебилы-индейцы решили побуянить и навели смуту. Рядом с фортом Инж тоже не было индейцев. Ими оказались какие-то ряженые, переодетые в индейцев местные дебилы. Обсуждая убийство Генри, люди не могли прийти к однозначному мотиву. Может, Моррис убил его из-за женщины? Но из-за какой? Луизы? Смешно. И Сидоры? Ну, может быть. Моррис лежал в тюрьме с горячкой. Он находился под охраной, чтобы его не убили до суда. В Кассо-дель-Корво после смерти Генри жизнь утратила радость. Отец перестал выезжать из дому. Он весь был в своих мыслях. Колхаун, наоборот, всё время куда-то ездил. Луиза бесцельно ходила по поместью и грустила. В посёлке Зеп заметил, что местные негодяи, подстрекаемые Кассием Колхауном, активизировались. Ситуация в форте успокоилась, когда вернулся с отрядом комендант форта. Зеп Стумб ему рассказал, как толпа чуть не линчевала Мустангера. Майор всегда был хорошего мнения о Моррисе. Он обещал свою поддержку. Кроме того, Эль Койот с приятелями оказались в тюрьме. Зеп уже понял, что это именно Мигуэль Диас со своими дружками были в хижине Морриса. И это они гнались тогда за Исидорой. Обо всём этом Зеп рассказал Луизе. «Я ведь тогда попал в одного индейца. Поэтому и знаю, кто он. Я смог по следам проследить за каждым из них. Рассказал об этом майору. И теперь они все сидят в тюрьме». Кстати, Моррис начал приходить в себя. Возможно, дня через два-три состоится суд. «А мне ещё нужно найти доказательства его невиновности». В конюшне с Зепом завёл разговор слуга Плутон. Он рассказал, что в ту ночь лошадь Калахауна проскакала миль двести, потому что она была крайне измотана, еле держалась на ногах. «Значит, он выезжал», – сделал вывод Зеп. Это была важная информация. «А ещё он сильно избил меня, когда я его спросил, куда он тогда ездил на лошади». Зеп отправил Плутона на кухню, а сам пошёл к рыже лошади Калахауна. На левой задней ноге подкова была отломана на четверть. Зеп быстро её снял и взял с собой. Первым делом Зеп поехал в форт к майору. «У меня есть к вам просьба, майор», – обратился Зеп. «Оттяните максимально судебное разбирательство. Я понимаю, что есть люди, которые будут вас торопить. Пожалуйста, дайте мне три дня». «Хорошо, Зеп. Я даю вам слово офицера, что три дня Моррис будет в безопасности». Зеп уехал из форта. Он стал размышлять. «Если бы это не было полной ерундой, я бы предположил, что парня убил Калхауну. Но ведь это бред. Он как-то связан с этим делом, это точно. Какой у него мотив? Наследство? Нет. Поместье и так его. Зачем ему убивать брата? Блин, не знаю». Зеп поехал по прерии и всматривался в землю, ища нужные ему следы. И вскоре он нашёл то, что искал. Тем временем по прерии ездила лошадь с безголовым всадником в седле. Её сопровождали койоты и грифы, которых лошадь постоянно отгоняла. Был один человек, который хоть и боялся этого всадника, но всё равно следил за ним. Он догадывался, кто этот всадник. «Вы поняли, о ком речь? О Калхауне». Мустанг всадника одичал, поэтому подобраться к нему было сложно. Калхаун даже пытался подстрелить лошадь, но ему это никак не удавалось. После обнаружения нужного следа Зеп стумб пошёл по нему. Он услышал вдали одинокий ружейный выстрел. «Странно», – подумал Зеп. – «Там же не на кого охотиться». И тут он заметил, что прямо на него скачет лошадь с безголовым всадником. Дрожа от ужаса, Зеп нашёл место, где можно было спрятаться. Он скрылся в кустах и смотрел за мустангом, который пробежал рядом. Теперь для Зепа стумба одной загадкой стало меньше. Он увидел тело того, кто сидел на лошади. Это был Генри Поиндекстер. Зеп думал, что ему сейчас делать – идти по следу сломанной подковы или по следу всадника без головы. Зеп увидел, что сюда кто-то скачет оттуда, где прозвучал выстрел. Зеп снова скрылся в кустах. «Ну, кто же ты? Зачем тебе безголовый всадник?» – задавал себе вопросы Зеп. «Ё-о-о! Вот оно чё, Михалыч! Теперь многое проясняется». Зеп увидел Колхауна. Тот ехал за всадником без головы. Теперь Зеп следил за Колхауном. Через некоторое время Колхаун потерял след Мустанга и поехал домой. Ну а Зеп вернулся к тому следу с обломанной подковой. Зеп стумб был опытным следопытом, лучшим в тех местах. Он увидел следы трёх лошадей – Морриса, Генри и Колхауна. Зеп понял, что все лошади шли отдельно. Сначала Морриса, затем Генри, затем Колхауна. Ага. Вот здесь следы расходятся. Морриса и Генри в одном направлении, Колхауна в другом. Первые приведут к месту убийства. А куда Колхауна? Пойду по ним. Следы привели к лесу. Ага, у этого дерева ты привязал лошадь. И куда же ты пошёл дальше? Ага, вот сюда. Зеп оказался рядом с местом убийства. А вот здесь ты долго стоял на одном месте. Зеп нашёл на колючках акации обгоревший клочок бумаги. По-видимому, пыш. Развернул. На нём было написано – Капитан Кассий Колхаун. Затем Зеп пошёл по обратному следу Колхауна. Следы вывели его на поляну, где недавно были подкованные лошади. Это были следы поискового отряда Спленгера. Зеп решил пойти по ним. Мало ли. Среди следов были следы лошади Генри. Она мчалась галопом и вдруг бросилась в сторону. Следы отряда Спленгера шли дальше. Вот дубины. Даже не проверили, что случилось. Зато Зеп проверил. Над тропинкой один сук нависал так, что всаднику нужно было нагнуться, чтобы под ним проехать. Ага. Видно, что кто-то сильно ударился о ветку, причём головой. Дальше лошадь поехала уже без всадника. Значит, он выпал из седла. Теперь ясно, откуда у Морриса шишка. Зеп пошёл по следам Морриса. Они привели его к ручью. Вот и здорово. Теперь я почти всё знаю. Колхаун ехал домой озабоченным. Он не знал, как можно добраться до того мустанга. Его и встретить тяжело, а догнать так вообще нереально. И вдруг Колхаун увидел Исидору. Эта встреча была случайной. – Сеньора, у вас отличный мустанг. Мы все видели, как вы на нём летели от индейцев. – Хорошая лошадь, – согласилась Исидора. – У моего отца много таких. Не самая красивая и не самая быстрая. В общем, хорошая. Если вам почти всё равно, давайте поменяемся. – Вы шутите? У вас же американская лошадь. Она стоит троих, а то и шести мустангов. – Я вполне серьёзно. – Ну тогда поменяемся. Они сняли свои сёдла и закрепили их на новых лошадях. На новые лошади Колхаун рассчитывал догнать того гнедого мустанга. Зеп вернулся к своей лошади и по следу лошади Колхауна отправился к Кассо-дель-Корво. Уже рядом с поместьем он заметил, что след резко ушёл в сторону. – Интересно, – подумал Зеп и пошёл дальше пешком. След привёл его в рощу, где у ручья охотник определил, что Колхаун затирал следы своей лошади, при этом оставив свои. – Меня ты не обманешь, падла, – сказал Зеп и пошёл дальше. Оставаясь незаметным, Зеп видел, как общались Колхаун с Исидорой. Слышал их разговор. Видел обмен лошадьми. Зеп задумался. Он не мог понять, зачем Колхауну понадобилось меняться лошадьми. Ведь для Колхауна эта сделка была невыгодной. «Странно… Очень странно… Мустанг быстрее американской лошади. Значит, ему нужна именно быстрая лошадь. Для чего? Ах да… Чтобы догнать безголового всадника. И значит, он скоро снова поедет на поиски. Я подожду тебя», – решил Зеп. Он поел и сел ждать. Ждал несколько часов. Уже стемнело. Спать очень хотелось, но нужно было следить за воротами. Всю ночь Зеп не спал. С рассветом Колхаун выехал на новом Мустанге. Зеп последовал за ним. Друзья, на этом главы с 61 по 80 заканчиваются. Если хотите слушать продолжение, смотрите следующий видос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok